Витамин D, постоянное чувство бодрости и целое море позитивных эмоций. Это и многое другое дает человеку солнце. Оно за первые несколько дней июля показывалось редко, но ведь впереди еще целый месяц. Каким он будет, рассказали синоптики. Благодарно и в плаще, брюках вместо легкой юбки и закрытой обуви, чтобы ноги не мерзли. Второй летний месяц жителей региона погодой пока не баловал. Североказахстанцы, конечно, народ закаленный, но солнце и тепло лишними никогда не бывают. Особенно сейчас, когда каждый день в стране заболевает все больше людей. А моральные силы те, кто здоров, кажется, вот-вот сойдут на нет. Настоящее лето пришлось бы очень кстати. Солнечный день, как глоток свежего воздуха. Пасмурная погода бок-обок, с которой свероказахстанцы живут примерно 9 месяцев в году, дает обратный эффект. В начале первой декады ожидается температура воздуха ночью 10-15, местами 7 тепла. Днем 16-21, местами 25 тепла. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 13-18 тепла. Днем до 26-31 тепла. В общем, лету в регионе быть. Пусть и не самому интересному и насыщенному на события из-за карантина. А к концу июля, когда по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 37 градусов, жители региона начнут очень сильно скучать по прохладе и запаху дождя. Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Норма 53-69 миллиметров. Местами дождь, гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду предполагается часто в течение месяца. Таким образом, довольны июлям останутся все без исключения. И любители жары, и те, кто предпочитает прохладу. Дарья Пашмынцева, Жулдозбек Ермуканов, Новости МТРК.